виталий приветствую тебя торговая сессия вторника традиционный день когда мы с тобой обсуждаем рынки смотрим на них с позиции опять же собственного опыта разных сторон технически фундаментально в общем все что знаем друзья рассказываю вам касательно тех инструментов которые нам кажутся интересными вот здесь и сейчас ну что мы в целом продолжаем обсуждать перспективы доллара прошлой неделе как мы знаем было очень много отчетов которые возможны стали даже для доллара судьбоносным это статистика которая была связана с инфляцией разные проявления основной индекс потребительских цен базовое значение инфляции промышленная инфляция были под индикаторы скажем так даже инфляционного давления это динамика роничных продаж потому что в принципе это потребительская активность которая сочет влияет на показатели инфляции и сейчас мы видим то что американская валюта находится под серьезным прессом если говорить про индекс доллара это вообще уже почти многомесячные ну можно сказать уже многомесячные минимумы индекс доллара сегодня в одном маленьком шаге от того чтобы протестировать возможно даже удачно поддержку 103 пункта и может быть даже развитие еще более серьезное нисходящее движение сегодня кстати на повестке экономического календаря протокола последнего заседания федрезерва да важное событие но все-таки нужно понимать что это скажем так протоколы дорожная карта тезисы заседания которое состоялось несколько недель назад еще до выхода данных по инфляции поэтому к сожалению они не смогут нам подсветить более конкретную точную позицию федрезерва с учетом того что мы знаем что уже произошло с инфляционным давлением сша ну хоть что-то потому что в целом после того как вышли данные по инфляции хотелось бы да побольше сейчас послушать комментариев представителей федрезерва вы взяли бы послушать самого паула который отвечает за монетарную политику и в идеале бы получить от него конкретный сигнал того что же все-таки дальше будет с политикой американского регулята ну прежде чем перейти к торговым рекомендациям вопрос задам тебе ты вообще сам как думаешь фрес после того что было в октябре с инфляцией уже свернет жесткую монетарную политику либо еще какое-то время будет держать ставки высокими как думаешь и так всех приветствую в принципе что я могу сказать с прошлого вторника мои ожидания по рынку оправдались инфляция вышла даже ниже ожидалось да плюс я ссылался на то что у нас просела нефть просел газ и за счет этого возможно будет снижение инфляции да и покупка евро доллара хорошенько себя отработала что на перспективу если смотреть так среднесрочно глобально по поводу твоего вопроса я думаю что здесь будут все наоборот как бы возможно где-то в ближайшее время инфляция будет и падать как плюс минус да но я думаю что так как сейчас многие аналитики там экономисты ожидают что инфляция будет падать и на рынке должно произойти все наоборот потому что большинство ну скажем не большинство они всегда ошибаются если брать то есть мы знаем до этого когда напечатали деньги говорили что там инфляции не будет она была сейчас все ожидают что она якобы спадет в какой-то такой среднесрочной долгосрочной перспективе я думаю что будет наоборот так как денег вкачали сильно в рынок плюс еще вкачивают и все время будут качивать потому что куча проблем поэтому на какую-то перспективу я думаю рынок будет лихора ну лихорадка будет сильная просто ориентир на то что они должны ошибиться скажем со своими прогнозами вот так я думаю ну то есть доллар будет расти да ну какой перспективе да где-то можно спекулятивные шортить и так далее то есть это я говорю о глобальной перспективе да 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 краткосрочно она может так неделю две сюда месяц два сюда то есть для этого мы собираемся так скажем каждую неделю плюс я на своем канале выпускаю обзор и пытаюсь скажем лавировать между вот этими движениями недельными так ну что давай тогда демонстрация экрана как раз у меня индекс доллара традиционный актив который стоит разбирать наверное для оценки общих хроничных настроений текущей котировки 103.1 я думаю что в целом вот эта нисходящая динамика будет дальше продолжена потому что я тоже как бы после выхода данных по инфляции я допускал что может быть зафиксированное снижение но не думал что он настолько значительны со 3 7 до 3 2 процента причем я вообще не верил то что базовая инфляция может снизиться без учета цен на продовольственные товары цены на энергоносители но даже она просел промышленная инфляция тоже против моих ожиданий прогнозов на не только моих серьезных спад и снижения поэтому я как бы если адаптироваться под те данные которые мы вышли и если допустить что это все-таки статистика которая отражает реальное положение дел склонен полагать что при сохранении хотя бы похожего тренда и тенденции на ближайшие месяцы до рынок наверное будет все чаще обсуждать тему того что федрезерву нужно не просто отказаться от идеи дополнительно повышения ставки мы нужно вообще уже начать готовить нас каким-то приближенным сроком того когда ставку можно начать уже снижать то есть это все уже постепенно разговоры о потенциальном полусмягчении экономической политики потому что риторика это наверное еще не смягчение экономической политики когда фрс начнет снижать ставку это уже будет полноценным шагом по смягчению этого режима сроки сейчас разные кто считает что это все равно там лучше в случае третьих квартал следующего года когда ставка будет понижаться кто считает что это второй квартал есть прям самые фанатично настроенные уже продавцы доллара полагают что это может произойти уже в марте следующего года то есть первое снижение ставки ну наверное чтобы это произошло в марте нужно чтобы инфляция уже к марту где-то в районе двух процентов было наверное это слишком оптимистичный сценарий текущее снижение индекса доллара оно серьезное да но в принципе продолжается еще с начала прошлой недели и это настолько мощный тренд что сейчас даже говоря о рыночном сантименте легко заметить то что толпа находится в коротких позициях по рисковым инструментом по большинству из них если даже не по всем соответственно делаем вывод что если толпа находится коротких позициях по рисковым инструментом те же самые евро фунт будут стремиться к новому локальным максимум а если риск будет пользоваться спросом то доллар будут скорее всего дальше шарсить и продавать как сильно может просесть американская валюта я в качестве как бы первого целевого ориентира или основного целевого ориентира ориентировался бы сейчас смотрел на снижение ниже планки 102 пункта может быть даже к психологической поддержке 100 пунктов ровно но это среднесрочный целевого ориентира нужно чтобы было больше сигналов от федрезерва о том что все таки политика будет корректироваться и меняться так золото я оптимист отношения рынка драгоценных металлов серебро золото я прям обеими руками призываю даже друзья рассматривайте возможности открытие улангов ждите новые многомесячные максимума может быть даже и исторически максимум 1992 доллара за трость консуль сейчас мы уже повторно подбираемся к психологическому сопротивлению 2000 на прошлой неделе были так близки к тому чтобы протестить этот уровень но силенок у покупателей не хватило сейчас идет повторный заход может быть этот сейчас заход будет уже успешным или более успешным и поможет котировкам хотя бы локально оказаться выше 2000 я считаю что в текущих условиях когда очевидно у нас прессинг на доллар оказывается валится доходность американских облигаций сегодня на своем брифинге рассказываю что прямо сейчас можно открыть график десятилетних трежерис кстати сейчас прям сделаю и если сегодня на момент записи моего брифинга за день потери были около полупроцента то сейчас это уже 0 63 за одну торговую сессию и доходность десятилетных торгуется на отметке 4 39 сотых процента я раньше для себя вообще оставил такие загородительные уровни по этому инструменту считал что если доходность трежерис когда они были в районе пяти процентов снизится к отметке 4 и 4 процента это будет означать что фрс действительно почти победил инфляцию и рынок готовится к смягчению экономической политики что должно быть условием для распродаж доллара сейчас это как раз происходит мы уже под десятилетком видим доходность ниже и поэтому я думаю что нужно пользоваться случаем возможностью и ставить на рост золото в качестве целевого ориентира но можно смотреть на значение 2 20 2 30 почему бы нет учитывая как стремительно нефть растет точнее золото растет за и прибавляет очень короткий промежуток времени 20 30 долларов за одну торговую сессию пройти этому активу ничего не стоит сегодня еще раз отмечу протоколы это хороший катализатор для движения золота четверг день благодарения сша поэтому завтра еще будет очень много отчетов они по сути с фокусированными все будут в одну торговую сессию заказан товаре длительного пользования мичиганский индекс им первичные заявки на пособие по безработице поэтому расслабляться сейчас ни в коем случае не нужно я ожидаю снижение курса доллара и рост рынка драгоценных металлов и пару слов еще про нефть 81 88 скажу потому что у у нас с тобой следующая встреча уже будет после заседания опек плюс который состоится на выходных и если опек плюс хотят вытащить нефть сейчас с этих трехмесячных минимумах на которых бренд и WTI котировались еще на прошлой неделе то нужно рынку дать какой-то какой-то пряник либо в виде заявления о том что они уже пересмотрят квоты по уровню нефтедобычи либо о том что они готовы это сделать для того чтобы поддержать стабильность на рынке углеводород кстати говоря саудовская аравия уже вынашивает планы скажем так продлить добровольное сокращение производства нефти до следующего года до весны и кто знает может быть по итогам встречи опек плюс мы как раз и услышим конкретику по срокам того насколько будет продлинуто добровольное сокращение и я думаю что в понедельник мы увидим открытие рынка нефти с гэпом я прямо в этом не сомневаюсь и остаюсь оптимистом считаю что на этом фоне нефтянка сможет выйти к новым локальным максимумом и снова вернуться бренд в частности выше 85 долларов за баррель так виталий слово тебе демонстрация экрана пошла демонстрация да итак ну давайте пройдемся по активам таким как евро в принципе другие валюты они аналогичные там нефть скажу пару слов золото крипта фондовые индексы по евро в принципе как ну ты отметил индекс доллара я в принципе за да конечно здесь уже покупать по 1 0 9 60 евро так себе затейка но в принципе здесь никаких пока признаков на разворот нету да то есть я люблю с коррекцией покупать инструменты напоминаю что весь октябрь начало ноября я советовал покупать евро и целился как раз на 1 0 8 1 0 9 1 10 мы практически все цели выполнили продолжится ли рост дальше скорее да но я сейчас бы каких-то новых сделок не делал потому что есть есть вариант и отката поэтому этот инструмент для меня пока каких-то новых идей я бы не давал вот я кстати на выходных делал обзор и там как раз советовал покупать фунт доллар австралийский доллар новозеландский доллар они как раз были еще на достаточно низких уровнях сейчас мы уже новые максимумы делаем но в принципе если смотреть на фунт он пробил 1 25 я на выходных советовал еще по 1 24 там с копейками покупать и сейчас в принципе можно его еще добавить он такой отстающая лошадка да по сравнению с евро потому что евро достаточно показывать новые максимумы каждую неделю а фунт на этой неделе еле подобрался но я думаю что с текущих можно в принципе его рискнуть купить с целью там 1 26 1 27 и выше я как раз вчера вечером на 1 25 на пробой работал посмотрим чем это закончится сегодня если там новости не поломают картинку но я пока за рост как в принципе из-за евро но скажу так я люблю больше работать с коррекцией вот видим вот когда идет импульс да идет коррекция с нее лучше всего покупать дальше что касается других инструментов в принципе по ним картинка аналогичная кстати по доллар йене тоже на выходных советовал шортить ее потому что и технически мы не не смогли обновить максимум прошлого года это в районе 152 такая у нас получилась если так смотреть глобальная двойная вершина плюс фундаментально у нас пошли комментарии от банка японии по поводу того что если все-таки инфляция поднимется до двух процентов то мы возможно будем ужесточать денежно-кредитную политику до банка и на этом как видим янка хорошенько посыпалась поэтому я думаю что здесь скорее всего происходит разворот вот этого тренда да то есть я его пытался долго ловить вот в прошлом месяце получается это у нас октябрь то есть евро фунт удачно все шло а вот янка яна как раз вот не хотела идти все время какие-то локальные новые максимум показывал то есть у нее бывает часто своя игра но я думаю что на текущий момент она развернулась и с коррекцией стоит присматриваться к шортам дальше по поводу нефти с тобой согласен уже более-менее что-то рисуется на возможный разворот вот этого тренда так как последние два дня показали достаточно мощный импульс мы практически поглотили предыдущие там два дня падения которые у нас были в четверг-пятницу поэтому я думаю что с коррекцией она сегодня у нас вторник среда четверг там пятница плюс-минус сейчас произойдет коррекция и как ты отметил опек возможно даст какой-то толчок на разворот но тоже нужно аккуратно потому что здесь достаточно такой мощный тренд и вдруг это не коррекция к предыдущему росту на новый нисходящий тренд то мы получим и вниз движение по поводу металлов аналогично то же самое как по евро по фунту вот я последних своих двух обзорах советовал откупать с коррекции золота конечно с текущих на максимумах я не любитель такого да вот я как раз вчера своим ребятам в закрытом канале советовал вот когда вот эта коррекция закончилась вот эти два дня вчера вечером мы как раз купили утром такой хороший профит получился удерживаем сделочку с целью там 2000 стоит ли покупать с текущих в принципе да но здесь уже вопрос по поводу стоп-лосса куда их ставить потому что сложно сказать ну и плюс в основном я нацелен на рост золота но я очень осторожно с ним ведусь формате том что если мы все-таки не сможем обновить вот эти максимумы которые у нас были в октябре то чтобы не было такого что золото а 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 Так, по биткоину, на чем остановились, извиняемся из-за тех неполадки, да, связь пропала. По поводу биткоина, ну и сейчас его уже начинают там аналитики хоронить, так как мы не смогли взять 38, но у меня, скажем, видение, что все-таки по биткоину мы сможем пока в ближайшее время показать рост, да. То есть, конечно, с рисками, так как все возможно, да. Вот я как раз на выходных в своем обзоре советовал биткоин покупать, вот мы здесь торговались где-то в районе 36 с копейками, да, то есть хорошие цены и в закрытом канале советовал покупать, то есть и целюсь на пробой 38 и выше, да, то есть мы локально уже отработали, но я думаю, что здесь возможно в ближайшее время произойдет пробой 38, мы уйдем на 40 тысяч и возможно выше, да. Поэтому здесь я позитивно смотрю. Конечно, что нужно соблюдать риски, вот мы купили биткоин вот это на выходных и сидим без убытки, посмотрим. Возможно, будут какие-то новые там сделочки на пробой 38. Что касается, еще хотел, вот смотрел вот на дня график индекс позитивных настроений по поводу фондового индекса США. Вот мы знаем, что, в принципе, ты часто приводишь пример по поводу вот этого сантимента компания Markets, которая дает количество там шортистов, лонгистов по каким-то инструментов, да, и там видно, очень сильно подсказывает, что с рынком будет, да. Конечно, оно не всегда, не 100% работает, но оно достаточно сильный показатель, сантимент. Я считаю, что сантимент является одним из самых сильных торговых инструментов, который помогает торговать трейдеру, то есть это рабочая очень сильная стратегия. И сейчас как раз на американском рынке очень все на позитиве, плюс, если смотреть приход частных инвесторов за последнее время на рынок, то оно там увеличилось несколько раз вот во время пандемии и по сегодня, то есть они все там в покупках. Плюс смотрел отчет Уоррена Баффета, у него достаточно, сейчас много кэша освободилось, да. Наверное, что-то ждет. И я раньше озвучивал, в принципе, что жду снижения по S&P, но ждал точки входа. У меня была одна точка входа на шорт вот здесь, она сработала по стоп-лоссу, здесь короткий стоп-лосс был. И, кстати, на выходных в обзоре я советовал покупать здесь S&P выше 45 пунктов. И на текущий момент, конечно, NASDAQ обновил максимумы, и Nikkei обновил максимумы там за последние несколько месяцев. Кстати, DAX и Nikkei я советовал в обзорах покупать. А вот по S&P, возможно, он более такой сильный показатель. S&P Dow Jones, он сейчас идет борьба за максимумы сентября, и, возможно, мы с этих уровней отобьемся. Я жду какой-то хорошей реакции на этот уровень, и, возможно, у нас впереди выходные, и трейдеры будут фиксировать вот этот профит, который произошел. Конечно, они могут догнать рынок и дальше сильно, чтобы заработать побольше бонусов, да, плюс впереди там Christmas ралли будет. За этим рынком я внимательно наблюдаю. Если мы будем обновлять вот эти максимумы, то я там пока хрест поставлю на шортах, таких глобальных. Но внимательно буду следить за этим рынком. Плюс, не знаю, как ты отметил вот в самом начале, по инфляции я тоже отметил, что где-то она и снова проявится, как мне кажется, в каком-то ближайшем времени. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за идеи по разным сегментам финансовых рынков. За инфляцией действительно будем следить, и нужно признать, что если сейчас котировки влетят, нефть, я имею в виду, до 90 и выше, это, конечно же, приведет к повсеместному, так, полномасштабному росту инфляционных давлений. А как регуляторы борются с инфляцией, мы это уже знаем по прошлым годам, проводя жесткую монетарную политику. Короче, будем адаптивными, как и сами регуляторы. В зависимости от того, как меняются экономические условия, будем подстраивать и наши торговые стратегии. Виталий, еще раз тебе большое спасибо, хорошего закрытия недели и хороших выходных. Спасибо, пока. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok